Какие новые санкции решил ввести Государственный департамент США против компаний и суднов, связанных с Северным потоком-2? Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием «Очпочмак». Я не первый раз делаю «Очпочмак». Это не такая и сложная работа, но я впервые делаю «Очпочмак» вместе с одноклассниками. Это было весело и увлекательно. Мне понравилось. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Яншева. В Доме правительства Республики Татарстан под председательством президента Татарстана Рустам Миниханова состоялось заседание Совета директоров ООО «Татнефтехиминвестхолдинг». В мероприятии в качестве члена Совета директоров холдинга принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В ходе заседания рассматривался ряд инновационных проектов, в том числе были представлены разработки КФУ. Завершился рабочий визит ректора КФУ Ильшата Гафуров в Кыргызстан. Об итогах поездки в нашем материале. Для нас очень важно сегодня взаимодействие практически с вузовскими, со всеми вузами. Здесь более 70 университетов, из них более 30 государственные университеты. Мы работаем по двум моделям. Прежде всего это сетевое сотрудничество с вузами, локализованными на территории Кыргызстана. И мы здесь работаем по проектам 2 плюс 2, 3 плюс 1. То есть это говорит о том, что два года наши студенты обучаются здесь, два года обучаются на территории нашего университета. У нас подписаны многочисленные договора практически со всеми государственными университетами Кыргызстанской республики о двойных дипломах. О образовательных программах 2 плюс 2. То есть два года они обучаются здесь, два года обучаются на площадке Казанского федерального университета. Госдеп США решил ввести новые санкции против компаний и судов, связанных с Северным потоком-2. Как повлияют санкции на политическую и экономическую ситуацию в мире, выяснял наш корреспондент. США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток-2». С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Официальная причина такова – противостояние враждебным действиям России в энергетической сфере. Во внимание попали два судна, которые обеспечивают работу «Северного потока-2». Во-первых, это корабль «Марлин». Судно ходит под российским флагом, хотя зарегистрировано на Кипре. Вашингтон настаивает на том, чтобы корабль был конфискован. Ухудшить текущие отношения между США и Россией достаточно сложно. Они и так находятся в самой низшей точке наших отношений за всю, наверное, историю. Во-вторых, это корабль «Блюшип». С ним история еще более интересная. Вашингтон решил не вводить санкции против «Блюшип», потому что судно принадлежит организации, связанной с правительством Германии, союзникам США на политической арене. В свою очередь, российская сторона уже успела отреагировать на заявление Госдепа. «Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающие принципы свободного рынка». Важно отметить, что введение новых санкций почти никак не отразится на экономическом аспекте конфликта. Решение Госдепа – это исключительно политический ход. Роберт Хасанов, Универньюз. Объявлено обладательной стипендии Академии наук Республики Татарстан. 15 студентов вузов Республики в первом семестре 2021-2022 учебного года будут получать специальную стипендию – 2300 рублей ежемесячно. Среди них и два обучающихся Казанского федерального университета. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась региональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Русский язык и славянский мир», посвященная Дню славянской письменности и культуры. В конференции принимает участие около 150 человек – это и школьники, и студенты. Причем конференция проходит в очно-заочном формате в связи со сложившейся ситуацией сейчас не только в нашей стране, но и в мире. Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием «Эчпачмак». О том, как это было в нашем следующем сюжете. Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием «Эчпачмак», который был реализован в рамках родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Суть и цель данного проекта заключается в том, чтобы ребята смогли поближе познакомиться с культурой татарского народа, в частности, научиться готовить самые популярные блюда местной кухни. Инициатором проекта стала директор Елабужского института Казанского федерального университета Елена Мерзон, а в его проведении активное участие приняли студенты и преподаватели кафедры татарской филологии. В течение ближайших недель принять участие в проекте смогут все учащиеся школы. Первыми в этой череде стали ученики 7-го А-класса. Наша школа всегда поддерживает национальную идентичность. Мы стремимся прививать нашим детям любовь к своей культуре, к культуре других народов. И один из наших главных проектов этого года – это проект «Очпачмак». Мне вообще замечательно, мне очень понравилось. Мы готовили на технологии, но это совершенно другое. Это уроки, а тут учишься чему-то новому, такой новый формат. Это очень легко, мне очень понравилось. То есть ничего сложного. Скоро будет день мамы, и я обязательно хочу приготовить вот «Очпачмак». «Очпачмак» – одно из самых популярных блюд, известное не только в Татарстане, но и за его пределами. Рецепт его приготовления обычно передается от родителей детям. Вот и сегодня своими секретами с ребятами поделилась мама одного из учеников. Юные повара проходили вместе с наставником все стадии приготовления блюда. Подготовка теста, нарезание мяса с картошкой и самое главное, чтобы пирог получился треугольной формы. Стоит отметить, что при этом среди учеников седьмого класса, несмотря на юный возраст, нашлись и те, для кого работа на кухне является привычным занятием. Я не первый раз делаю «Очпачмак». Это не такая и сложная работа, но я впервые делаю «Очпачмак» вместе с одноклассниками. Это было весело и увлекательно. Мне понравилось. Пока блюдо ожидало своего часа в духовке, детей ожидали различные игры и забавы, также позаимствованные из татарского фольклора. Ребятам удалось пообщаться, повеселиться и скоротать время, играя в подзабытую с современными детьми игру «Колечко». Ну а приятным завершением вечера стало совместное чаепитие. Айдар Нурмиев, Амир Ахтямов, Универньюз. Материал нашего коллеги и корреспондента программы КФУ «Итоги недели» Ильи Андреева вошел в шорт-лист номинации «Лучшие видео» в рамках Всероссийского конкурса среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ, организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Проголосовать за сюжет Ильи Андреева можно на официальной странице конкурса в социальной сети ВКонтакте. Предлагаем ознакомиться с фрагментом конкурсного сюжета о выдающемся химике Александре Бутлерове. Музей Казанской химической школы совсем не похож на остальные музеи. Он скорее напоминает дом-музей. Здесь нет выставочных витрин, табличек, запрещающих фотосъемку. Чувствуется, что вот-вот в свой рабочий кабинет войдет и сам Бутлеров, который буквально недавно из него вышел. Это как раз-таки та химическая аудитория 19 века, где когда-то слушали лекции студенты. И вот тот самый Александр Бутлеров заинтересовался химией, слушая лекции Николая Николаевича Зинина непосредственно в этой аудитории. И Бутлеров занимался химией у Николая Зинина и у Карла Клауса. Переначальное образование Александр Бутлеров получил в Казани. Учитель физики в пансионе сумел заинтересовать любознательного мальчика своей наукой и познакомил его с химией. Возле кровати Бутлерова появился крошечный шкафчик. В нем он держал свои склянки, с которыми усердно возился в свободное время. Кончил все оглушительным взрывом и небывалым наказанием. В общий обеденный зал служители вводили несколько раз из темного карцера провинившегося с черной доской на груди. На ней крупными буквами было написано «Великий химик». Никто, конечно, не думал, что эта надпись окажется пророческой. По окончанию университета Бутлеров по приложению Клауса и Лобачевского читал лекции по физике, химии и физической географии. В 29 лет Александр Михайлович уже был избран профессором Казанского университета. Чем уникальна наша химическая школа? Это тем, что была сохранена преемственность, и она есть и в современности. То есть мы можем увидеть по стенду, что у Зинина, у Клауса был ученик Александр Михайлович Бутлеров, и уже ученики Бутлерова дальше развивают химическую науку по всей Российской империи. При активном содействии Бутлерова при университете были организованы педагогические курсы, а при них открыта библиотека и читальня. Созывались учительские съезды. Активно работали при университете вечерние курсы для разночинной интеллигенции рабочих, на которых Бутлеров систематически читал лекции. Он был сторонником высшего образования для женщин. Современники отмечали большое обаяние личности Бутлеров, его разностороннюю талантливость, широту взглядов и интересов, открытый, общительный характер, добродушие, деликатное и снисходительное отношение к ученикам. На этом все. В студии была Мария Яншева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!